Первые отдыхающие на Литском озере появились еще полтора месяца назад. Правда, тогда зайти в воду решались далеко не все. Скорее, те, кто купается круглогодично. Однако, как столбик термометра устремился к отметке 30, желающих охладиться стало в разы больше. Причем, они оккупировали и правый, и левый берег городского озера. К приему отдыхающих пляжи были готовы. Работы по наведению порядка здесь проводили и коммунальщики, и спасатели. Они же занимались дезинфекцией. В условиях распространения коронавирусной инфекции важно, чтобы такие общественные места были обработаны. По инициативе Литского зонального центра гигиенопедемиологии Литским губ ЖКХ организовано проведение профилактических мероприятий на территории пляжей всех озер, которые находятся у них на обслуживании. Это город Березовка, город Лида и озера Малейковщизна. Литским губ ЖКХ проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, биотуалетов, всех малых архитектурных форм. Это скамеек, навесов, кабинок для переодевания. Также для отдыхающих на информационных стендах при входе на территорию пляжей размещены информационные материалы по профилактике коронавирусной инфекции, а также о необходимости соблюдения социального дистанцирования между отдыхающими при посещении пляжей. Также Литским зональным центром гигиенопедемиологии спасательной станции совета «Освод» направлены рекомендации для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, инвентаря и оборудования, которое сдаётся на прокат после каждого клиента. Специалисты санитарной службы просят отдыхающих соблюдать правила безопасности. Основное, конечно, это дистанцирование. На пляже стоит находиться друг от друга на расстоянии не ближе полутора метров. Да и в воде не нужно подплывать близко друг к другу. Спасатели же добавляют, что, войдя в озеро либо другой водоём, человеку необходимо помнить о правилах поведения на воде. В этом году в Литском районе в купальный сезон зарегистрированы три несчастных случая на воде. По стране уже утонули более 50 человек. Причины разные, но среди основных – алкоголь и лихачество во время плавания. Ежедневно в летний период с 9 часов утра до 9 часов вечера за ситуацией на Литском озере следят шесть работников местной спасательной станции. На третьем Литском отдыхающие тоже под наблюдением спасателя. Купание разрешено у нас в городе только в двух местах. Это наше городское озеро и третье Литское. Там, где есть спасательная станция, спасательные посты и ограждено буйками. Заплывать за буйки категорически запрещается. Каждый год эти места обследуются и допускаются к сезону для купания. Запрещается баловаться на воде, запрещается нырять с каких-то пирсов, дамб, скотеров, с лодок, с катамаранов. Ныряние категорически запрещено. Хотелось бы обратить внимание взрослых, чтобы следили за своими детьми. Каждый день несколько десятков детей мы находим здесь на озере без сопровождения старших. Следите за своими детьми. Даже когда приходите вместе с ними, не спускайте с них глаз. Также нельзя находиться на дамбе, на откосе дамбы. У нас на первом озере есть откос дамбе. Там очень опасно. глубина достигает 2,5-3 метра. Откос находится под большим углом. Соскользнуть можно очень быстро, очень легко. Выбраться оттуда даже взрослый человек тяжело. Если это ребенок, это сразу будет катастрофа. Поэтому нахождение на дамбе строго запрещено. Лето только начинается. Только начинается и купальный сезон. А это значит, что людей на пляжах у водоемов будет больше. Поэтому, отправляясь на отдых, каждый должен помнить о правилах безопасности. В том числе стоит помнить и о защите от инфекции.